всех приветствую помните сколько есть в интернете таких хороших кадров где ребята взрослые или не очень пожилые люди выкладывают фотки где на фоне там какой-нибудь мусоре замусоренного пляжа и после того как не убрали уже фотка на фоне чистого чистой местности ну вот у меня сегодня было то же самое поехал я искупаться на жарище 36 опять хотя сегодня уже 20 августа можешь сказать приехал на пляж все за стороны как всегда то ли местные то ли не приезжие не знаю но и вы знаете обычно у всех этих постов такая очень хорошая фраза это не мой мусор но это моя земля мне хочется сказать и этот тренд на самом деле это образ жизни всегда говорил не раз уже на эту тему роликов записывал ролики записывал о любви к природе земле на которой мы живем в том числе о мусоре которую мы вечно все закидываем все засираем вокруг прежде всего знать когда-то лет 15 уж наверно назад у меня друг в китае уехал работать но спортсмен в аквапарк там прыгуном и он когда приехал через пару лет скал диману не нофтью конечно рассказывал одна из его из его рассказов был мы как-то шли у нас воронеже вечно тоже все мусорки вот так с буграми переполнены забит он скал диман там на каждой мусорке в китае написано я правда не был не знаю может там тоже везде и срут но горишь на каждой мусорке написано что чисто не там где убирают а там где не ссорит не срут по-русски да это очень хорошо поэтому первое конечно вы знаете заповедь и того чтобы стать святым это не творить зла то есть не делать зла в в частности мусора не мусорами то есть любви к природе появляется то что ты нигде не гадишь а если что-то вы приехали куда-то убрать за собой а если ты где-то живешь кто помнит мой недавний ролик о мусорках в селе и в больших городах то тоже самое не срать да если переполнен контейнер то не надо его заваливать если он переполнен нам не надо ставить рядом это все равно растащить надо сортировать мусор если в один пакет засовали там какие-то пищевые отходы и пластик все это разнесут животные которые с голодухи лазит там по мусоркам и разбирают эти пакеты и надо сувать туда кровати которые не помещаются если уж учет старую мебель выкидывайте будьте любезны и разберите на кусочки там деревяшки отдельно их можно вообще сжечь или куда-то применить тряпки отдельно пружины железо отдельно да то есть сортировка мусор мусора это обязательно ну и уж тем более если вы уехали куда-то в края не близкие к вашему дому будьте любезны особенно уважайте всех людей земли животных в этом мусоре погибают из-за этого мусора погибают животные поэтому не мусорем проявляю любовь сразу ко всем проявляем к природе к земле лесу к воде к всему на свете к животным которые обитают на этой земле точно так как и мы но и к самим людям которые нас окружают ну а любя все это вокруг себя мы любим самих себя ну и вот я убрался как ведь у меня в машине всегда есть какие-нибудь кульки нету пришлось бы найти где-нибудь ну и набрал я такой вот пакет я рассортировал даже мусор который собирал баклажки набрал тут и стеклянные и пластиковые и всякие там пивные баклажки их я оставлю себе и бы всегда хорошо рассказывал все можно утеплять и пластиковыми стеклянными и жестяными идеальный вариант для утепления чего вы там не делали также можно под стаканчики там пластиковые под рассаду баклажки но и в отдельный пакет собирал всякого барахла там тряпочки бумажечки изоленты чё там только какого-то говнища нет туда собирал все голыми руками без всяких перчаток конечно надо принципе слезть возможные кстати были в машине перчатки забыл такого ничего грязного конечно я так рассказываешь прям каких-то там не знаю окровавленных прокладах не было такого я не знаю но я в том плане чтобы это вызывало вид какой-то брезгливый всякие баночки кофе под кофе баночки для червяков кто-то видимо ловил там рыбу на корж всего на волну в общем все собрал в принципе утрамбовал получился небольшой кулек вот такой вот пару пакетиков но смотрелось это ужасно вроде кажется даже сейчас немного но когда я приехал я так конечно был неприятно теперь кто приедет там все будет чистенько вот так вот так что присоединяюсь к одному из направлений доброты ну всегда вы знаете это делаю лишний раз хочу просто знаете этими роликами всегда это же ну в частности мой блох это моя жизнь и мы все друг друг просто лишний раз напоминаем мы бывает о чем-то забываем кто-то конечно первый раз что-то слышит такой хотя удивительные мы настолько банальных вещах я всегда говорю на своих каналах дела творите добрые не бойтесь явно то как некоторые не понимают элементарных вещей там что нельзя творить добрые дела явно да нельзя их творить с тем чтобы тебя видели прославляя тебя от этим возносишься нет иисус прежде чем сказать о творении дел в тайне и эту фразу вырывают из контекста всей нагорной пропути он сказал что тогда светит свет ваш пред пред людьми чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли бога небесного отца любовь истину радость счастье все такое поэтому никогда этим не смущайтесь творите тела добрые явные и тайны я это делаю в принципе постоянно и кстати на речке не записал только потому что забыл телефон не забыл оставил дома у меня что-то разрядился я его поставил на зарядку а тут вот такой случай ну и вы знаете мой блог моя жизнь просто я лишний лишний повод для пропути для призыва добрым делам прежде всего понятное дело личным примером жизни вот и все так что где можете вокруг себя злых людей много нехороших гадких которые творят злодеяний в том числе такие вот мир добрый держится на добрых людях он до сих пор стоит и еще не сгорел в аду собственных злодеяний человеческих только потому что есть и много добрых честных светлых ярких веселых красивых интересных любвеобильных радостных людей будем же ими и будем побеждать зло добром у меня все это не наша это не наш мусор но это наша земля